На третьем Харбинском зимнем карнаваре в парке Вайтан в районе Цюны Харбина появился гигантский снеговик высотой 20 метров. На его создание ушло около 2000 кубометров снега. Многие туристы останавливаются, чтобы сфотографироваться с ним. Более 30 развлекательных проектов, таких как снежные горки, висящий мост, судно на восточной подушке, дома из снега и льда, также стали популярными территориалистов со всей страны. Я приехала в Хейрундян, чтобы посмотреть сказочный мир, льда и снега. Очень интересно. Я раньше никогда не участвовала в таких развлекательных мероприятиях. Я вообще никогда не видела столько снега на земле. Снег даже не дает на моей руке, что меня очень удивляет. Я никогда не видела столько снега. Такое ощущение, что мы смотрим мультфильм «Холодное сердце». Я считаю, что здесь очень красиво и интересно. Все проекты захватывающие. Сырный ветер, который чуть не сорвал мою шляпу, дул мне прямо в уши, что было не очень неприятно. Снег здесь белый и красивый. Здесь много аттракционов, все они захватывающие и интересные. Я впервые приехала в Харбин. Я познакомилась с культурой льда и снега Харбина. Увидела снежные скульптуры, ледяные скульптуры и попробовала русскую кухню, харбинское мороженое и пиво. Здесь очень хорошо. В Харбинском порядном барке этой зимой впервые создали еще ряд снегопарат антарктических пингвинов. Гигантская снежная скульптура пингвина Тао Се также была официально представлена. Мы с папой и мамой вместе увидели пингвинов. Они очень симпатичные. Я очень рад, что увидел пингвина. Я вижу, что в Харбине опять стало оживлено. Я счастлив. Маленькие пингвины хотят очень смешно и запахно. Снежные скульптуры на площадь тоже очень красивые. Я думаю, что это особенности Харбина. На днях 49-й Харбинское народное гуляние ледяных фонарей открылись для приема гостей. 17-й национальный конкурс ледовых скульптур для студентов завершился в парке Джао-Лин Харбина. В конкурсе приняли участие 13 команд из 11 университетов всей страны. Я практически каждый год приезжаю сюда для участия в конкурсе. Барк Джао-Лин имеет долгую историю. Я этим привлекательен. Здесь можно увидеть изделия старых мастеров, ледяных скульптур, у которых стоит поучиться. Мой учитель привез меня сюда несколько лет назад. И на этот раз я привез своих учеников сюда, чтобы сделать скульптуры. Опыт заключается не только в изготовлении ледяных фонарей и ледяных скульптур, но и в неповторимом ощущении мира, снега и лида Харбина.